В прямом эфире программа Вести Рязани. Я ее ведущая Ирина Целикова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных темах. С рынка на ярмарку торговый городок в Рязани меняет статус. Что изменится для продавцов и покупателей? Кредитная мышеловка. А почему получение быстрых денег в микрофинансовых организациях нередко оборачивается кабалой? Как распознать ловушку? Пляж Орехового озера превратили в несанкционированный снежный полигон. Съемочной группе Вестей удалось заснять нарушителей. Закрытие рынка в торговом городке откладывается. Торговая площадка продолжит работу на прежнем месте, но в другом статусе, пояснили городские власти. И суться не только в смене названия, в организации самой торговли. К чему готовятся продавцам и покупателям, расскажет Наталья Пронькина. Полусгнившая хурма по сходной цене. В покосившейся палатке с вывеской хлеб, почему-то мандарины и виноград. Рынок в торговом городке в понедельник утром представляет собой невеселое зрелище. Пустуют прилавки, покупатели единицы. На прошлой неделе было объявлено о закрытии рынка. Навели панику. Мы тоже сами не знали, будем мы работать, не будем. Поэтому мы волновались. Постоянные покупатели тоже переживают слухи о закрытии рынка. Ходят с мая прошлого года. Торговая площадка хоть и неказистая, по уровню сервиса проигрывает сетевым магазинам, но за десятилетия к ней привыкли. Любят и продавцов, и их ассортимент. Мы с работы бежим уже на последнем издыхании и хватаем то, что нам надо. Покупаем только здесь. Вся вот эта затея администрации города, она, конечно, против покупателей, против жителей, против, ну будем так говорить, против людей. В последнее время, говорят продавцы, покупателей стало совсем мало. Основной костяк арендаторов не более 10 человек. На плаву держится благодаря постоянным клиентам, а еще пассажиропотоку автовокзала. Торговли нет вообще никак, у людей нет на рынке. Какая там торговля? С 2012 года в России рынки могут находиться исключительно в капитальных зданиях. И основная претензия городских властей именно в том, что площадка в торговом городке не соответствует федеральному законодательству. Новое же капитальное строение, считают чиновники, возвести здесь нет возможности. Поэтому в качестве компромисса решено сделать в торговом городке ярмарку. В торговом городке было возведено 22 павильона с колоннами, балюстрадами, витринами в пол. Сейчас большая часть из них заколочена, работают лишь единицы. Возможно, новая ярмарка сможет вдохнуть жизнь в эту когда-то образцово-показательную часть Рязани. Строить еще одно капитальное здание рядом с пустующими кирпичными павильонами было бы странно. Хотя отремонтированные помещения вполне могли бы вместить и продукты, и промышленные товары. И тогда торговый городок, аналог московского ДНХ, получил бы второе рождение. Но власти выбрали иной путь. Старые контейнеры демонтируют, вместо них по периметру установят палатки-павильоны. В них и переедут постоянные торговцы. А по субботам на освобожденном пространстве будет проходить ярмарка выходного дня. Для покупателей, подчеркивают чиновники, таким образом ничего не изменится. А вот продавцы уже расстроились. Первая же ярмарка, которая прошла в минувшую субботу, тех, кто торгует в будние дни, оставила практически без клиентов. Наталья Пронькина, Евгений Леонов, Вести Рязань. В России предлагают запретить деятельность микрофинансовых организаций в их нынешнем самостоятельном виде. Очередной законопроект планируют рассмотреть в Госдуме. Авторы инициативы предлагают обезопасить заемщиков от агрессивной политики выбивания долгов, сделав саму процедуру выдачи микрозаймов менее рискованной. Какие правила нужно знать, чтобы избежать кредитной ковалы, расскажет Анастасия Захарова. В 100 метрах друг от друга 4 офиса микрозаймов. Но при такой конкуренции дефицита клиентов не наблюдается. За 9 месяцев прошлого года подобные компании выдали рязанцам в долг около 56 миллионов рублей. При том, что стандартный заем редко больше 20 тысяч. Лица с рекламных плакатов лучат со счастьем. В глазах реальных заемщиков, напротив, страх сомнения. Этот клиент неуверенно просит денег на новую дверь и получает их практически моментально. Как говорят, новогодние праздники справятся хорошо. Вместо 15 тысяч он отдаст 25. В микрозаймах процент маленький, но ежедневный. Для забывчивых он превращается в максим-проблему. Именно из-за баснословной переплаты микрофинансовой организации часто вызывает шквал критики. Общество разделилось на сторонников легких займов и противников финансовой кабалы. Это добровольное рабовладельчество. Я только так считаю. Потому что в такие ситуации можно попасть. Но нет. На мой взгляд полезно. Я на ремонт автомобиля брал в компании. Меня выручали. До зарплат не хватало. И пришлось обратиться. Довольно часто на разном уровне всплывает идея запретить микрофинансовой организации. Но эксперты уверены, эта ошибка уведет микрозаймы в тень. Достаточно четких и жестких правил регулирования рынка. В прошлом году Центробанк провел масштабную чистку. Из Росреестра исключили почти две тысячи недобросовестных компаний. В Рязанской области остались всего 22 представителя. Определили и потолок для процентов на просроченный заим. У вас остался долг в тысячу. На эту тысячу вам могут начислить только еще две тысячи рублей. То есть здесь ограничено двукратным размером начисление процентов по просроченной задолженности. Есть, конечно, много еще других выплат по потребительским заимам, которые могут быть предусмотрены в договоре с микрофинансовой организацией. Таких как штрафы, пень. На них это ограничение не распространяется. Нередко под брендовым именем зарегистрированный в Росреестре компании могут скрываться мошенники. Оформляя заим, надо удостовериться, с кем именно подписываешь договор. Ловушек существует много, но внимательный клиент способен их обойти. Анастасия Захаров, Евгений Леонов, Александр Бредихин. Вести. Рязань. В ряде российских городов эвакуаторы будут сдвигать автомобили, которые мешают уборке снега. Мера вынужденная. Не все автовладельцы понимают, что их транспорт – настоящая преграда для коммунальной техники. В Рязани пока таких прецедентов не было, но конфликты со службой эвакуации – то и дело случаются. О правах автовладельцев в следующем сюжете. Помогите! Люди, помогите! Убиваю! Видео с участием «Парквумен» весьма оригинальным способом протестующей против эвакуации своего автомобиля облетела сеть интернет. Чтобы снять женщину с платформы, полицейским пришлось доставать наручники. Такой готовности во что бы то ни стало защитить свой автомобиль можно только позавидовать. Скандалы с работниками службы эвакуации уже давно не редкость. Сколько копий было сломано автомобилистами и инспекторами ГИБДД в поисках правды. Но закон для всех один. Если машина стоит под знаком «парковка запрещена» и работает эвакуатор, значит дорога ей на штрафстоянку. То же касается и нарушителей правил парковки вблизи пешеходных переходов. У водителя этого авто есть 20 минут, чтобы все исправить. Столько времени занимает процедура эвакуации, включая оформление протокола с инспекторами ГИБДД. Но водителя-нарушителя как не было, так и нет. Задержание транспортного средства прекращается непосредственно на месте задержания транспортного средства в присутствии лица, который может управлять данным транспортным средством в соответствии с правилами дорожного движения, если причина задержания устранена. По закону, если автомобиль службы эвакуации еще не начал движение, сотрудники должны подошедшему водителю машину вернуть. Это его право. Но штраф при этом все равно заплатить придется. Как ни крути, сумма убытка для семейного бюджета будет в разы меньше, не считая самой неприятной для всех водителей части эвакуации. Хождение по мукам – штраф стоянок. Ирина Целикова, Юрий Косоротов, Вести Рязань. Зима расставляет свои оценки в рейтинге добросовестных управляющих компаний областного центра. Пока у одних дворы утопают снегу, в других снежные завалы разгребают вручную. Ежедневная уборка вверенной жильцами территории – не просто обязанность. Дело о профессиональной этике – пример тому в сюжете Ольги Андреевой. Сегодня на прогулке у малышей много работы. Они активно орудуют лопатками, расчищая детскую площадку от снега. Рядом работают уже лопатами побольше. Здесь коммунальщиков снегопад врасплох не застал. Дворники расчищают дорожки с раннего утра. Справляются быстро, чисто, аккуратно они стараются. Какая-то техника у нас тут все время. Разные техники бывают. И трактора нам очень нравятся детям. Они с большим удовольствием смотрят, наблюдают. Самосвалы вывозят. Управляющую компанию «Зеленый сад. Мой дом» администрация города уже несколько лет отмечает в числе лучших. И чистые дворы – не единственное преимущество для жителей обслуживаемых домов. Здесь, например, травмобезопасные детские площадки с огороженной территорией. Ребенка можно без страха отпустить гулять во двор и следить за ним из дома. На экран транслируются изображения с нескольких видеокамер. При этом за содержание жилья платить нужно не больше, чем по обычному муниципальному тарифу. А за отопление в тех домах, где установлены автономные котельные, жильцы и вовсе платят меньше. Почти на треть. Даже при температуре минус 25 у меня работают только два теплоприбора. Остальные я закрыл, потому что очень жарко. Теплотехника выполнена великолепно. В этой автономной котельной установлены три газовых котла итальянского производства. Два работают постоянно, третий в резерве. Во время техобслуживания мы один из котлов останавливаем и третий подключаем. Таким образом мы добиваемся того, что тепло и горячее водоснабжение жителям нашего дома выставляется бесперебойно. И мы уходим от летних отключений, которые приходится терпеть жителям нашего города, которые подключены к центральному теплооснабжению. Заявки от жильцов дежурная служба компании принимает круглосуточно. Если ситуация аварийная, бригада во главе с дежурным инженером выезжает по вызову в любое время. И в кратчайшие сроки устраняет неполадки. Объяснение простое. Управляющая компания – часть строительного холдинга «Зеленый сад». В нем считают, что высококачественную работу на этапе возведения домов должно продолжать такое же ответственное обслуживание многоэтажек. Ольга Андреева, Евгений Леонов, Вести Рязань. Морозы в Рязани крепчают. Предстоящей ночью температура воздуха по области опустится до минус 27, обещают синоптики. В первых числах февраля холод ненадолго отступит. А с четверга в регион снова подует северный ветер и принесет с собой новую волну морозной погоды. На улице будет ясно, но холодно. Минус 23 ночью и минус 17 днем. В конце недели синоптики обещают снег и метели. По предварительному прогнозу, 5 и 6 февраля на погоду в нашем регионе будет оказывать влияние циклон. Поэтому также ожидаются осадки в виде снега небольшого и умеренного. Температура воздуха ночью приблизительно минус 20-25 градусов. Днем минус 13-18. Рязанские полицейские празднуют успех. Наша команда завоевала золото на чемпионате МВД по самбо. Вырвать победу из рук соперников было непросто. Среди шести сотен спортсменов-участников 10 заслуженных мастеров спорта и 15 мастеров спорта международного класса. По итогам пяти дней напряженной борьбы у рязанских полицейских сразу два первых места в командном первенстве среди образовательных учреждений и территориальных органов МВД России. И сразу после нас на канале Россия премьера многосерийного фильма «Доктор Анна». Действие разворачивается в 90-е годы, когда страна переживает нелегкие времена. Молодой талантливый анестезиолог Анна Савельева ознакомится с влиятельным политиком Андреем Добровольским. Девушка становится его лечащим врачом. Вскоре он делает ей предложение. Однако Добровольский умирает от рака прямо на ее операционном столе. Анну обвиняют в смерти пациента. Удастся ли девушке восстановить справедливость? Первые серии новой детективной истории смотрите прямо сейчас. И на этом у меня все. Увидимся завтра в то же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин